всем привет 8 марта сегодня не задалось ни хрена потому что у меня в очередной в очередной раз течет крыша кому обращаться к мэру кличкам к порошенко потому что уже не работает ничего не происходит я сейчас вам покажу что творится у меня в квартире вот моя дорогущая спальня и вот мой дорогущий потолок я показываю вам что с ним происходит данный момент вот все течет все течет не прекращая вот течет мне разъедает мне стены покрывает не всю херню грибком вот все это течет так вот у меня вниз тут какие-то тряпки мы подкладываем какие-то целлофанки мы подкладываем все это затекает загнивает это спальня сейчас я вам покажу свою кухню сейчас я вам покажу свой коридор и вообще что творится у меня квартире с 8 марта пожалуйста не поздравляйте меня с 8 дебильным 8 марта потому что вот что я имею вместо подарка на 8 марта вот мокрые стены потресканные в дорогом я показываю вам ремонт свой чтобы понимали уровень квартиры понимаете да что мы понимали что за квартирка вот и вот шоете сухи делают с моими потолками я щас вам покажу как это все у них выберет посмотрите какие сосули посмотрите какие сосули там лежит снег прогнившая крыша и все это течет мне на голову каждый год каждый год я делаю вот этой красивой квартире ремонт И посмотрите, каждый год я получаю вот такую хрень. Вот, смотрите, это грибок, потеки. Вот это все течет, смотрите, какой масштаб этого всего. Еще раз напоминаю, я летом делала ремонт. Посмотрите, что здесь творится. Обращаясь в жертв, меня посылают к чертовой матери уже 10 лет подряд. У них нет денег. А вы знаете, вы понимаете, что это означает? Что они просто всех могут поднимать на одном месте и вертеть. Вот смотрите, что творится. Посмотрите, какой снег там. Никто это не убирает. Значит, что происходит на крыше? Сейчас я выложу вам фотки того, что происходит на крыше. Значит, на крыше все прогнившее, все течет. Под этим у них лежат ржавые какие-то балии, ржавые кастрюли. И они не меняются, потому что они наполняются за 10 секунд. Вот. Они, знаете, раз в сутки они туда приходят и просто это выливают прямо на крышу. То есть не с крыши, там же нет, не откуда вылить. А прямо на крышу. Это все красиво течет мне на голову. Понимаете, 10 лет я имею такой кошмар. Значит, обращаюсь я в ЖЭК. Там есть директор у них, Презло Николай Михайлович, который 10 лет посылает меня к чертовой матери. Уже 10 лет я с ним борюсь. Я ничего не могу с этим сделать. Чтобы сделать ремонт на этой квартире, мне нужно примерно 200 тысяч долларов. То есть я, в принципе, могу это сделать, если мне отдадут эту крышу, и я ее сделаю, но мне же никто ее не отдает. Понимаете? То есть они суки, просто суки, конченые суки. Понимаете? Те, кто ездят на отдыхе, покупают себе, блядь, Бентли. Понимаете? И запомните, люди, никаких нету государственных денег. Есть только деньги налогоплательщиков. У государства денег нет. Это все наши деньги. И поэтому они должны отчитываться по поводу, куда у них идет деньги. Когда у нас капает нам на голову, когда мы дышим грибком, когда мы живем в ужасных условиях, мы должны с этим бороться. И мы должны что-то делать. Потому что так жить нельзя. Это бред. Это ад, это скотство и это унижение. Вот какие они, понаращивали. Попросили, повесили. Вот, еще вопрос с жильцами. Дорогие жильцы моего дома, хорошие вы люди, конечно. Вам повесили объявление? Уберите машины, чтобы можно было почистить снег. Сейчас я покажу вам. Ваши машины так и стоят, так б***ь, что сегодня их разобьют. Потому что вы пидорасы. Вот эти жильцы, вы пидорасы, понимаете? Потому что вы вместе с этими другими гандонами, вместе делаете вот такой развал. Потому что вы никто не отвечаете за свои действия. Ни те не отвечают, ни вы не отвечаете. То есть я не могу почистить снег, потому что какие-то уроды оставили здесь свои тачки. Понимаете? И т.д. и т.п. И это все круговая, долбанная порука. В Европу вы хотите, в жопу вы хотите, понимаете? Вы пока не изменитесь в бошке своей, вас нигде не ждут. Все.